В предыдущем выпуске городских новостей мы уже сообщали, что у службы единого заказчика новый руководитель. 25 февраля распоряжением главы администрации Харциска Виктории Жуковой, директором коммунального предприятия назначен Евгений Смирнов. В своем первом интервью нашей телекомпании Евгений Михайлович поделился ближайшими планами. Первая задача – это основная – получить качество оказыванных услуг. То есть мы должны работать, как это поставленная задача, на благо наших жителей в городе Харциска. Евгений Смирнов окончил Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры, а также Донецкий национальный технический университет. Имеет десятилетний опыт работы на коммунальном предприятии, в том числе и на руководящей должности. И хотя директором городской службы единого заказчика был назначен только вчера, уже успел определиться с первоочередными мероприятиями, которые, по его мнению, должны повысить эффективность работы коммунального предприятия. Очень четко хочется наладить обращение граждан, работу с ними. То есть то, что к нам обращаются. Узнать жилой фонд, естественно, за три дня я точно не успел, при всем моем желании. Ну, есть определенные проблемы, утром они докладывают, мы их обсуждаем совместное решение, есть какие-то значимые вопросы по решению. Но все равно основной акцент, еще раз говорю, это на обращение. То есть, как к ним люди обращаются, то, что мы можем сейчас, мы выполним сами, то, что они ставят перспективные планы. Ну, и нацеливал своих руководящих персонал, главного инженера и замовленного инженера. Если мы человеку ответили, что мы это сделали в втором квартале, то хоть завтра пусть метеор, метеорит начнет падать, мы сделаем его в втором квартале. По словам Евгения Смирнова, у коммунального предприятия на сегодняшний день достаточно стройматериалов, чтобы вовремя реагировать на обращения жильцов многоквартирного фонда. Ну, во-первых, нам у комбайн-тарки помогают. Это однозначно. Во-вторых, есть свои ресурсы, есть же тоже финансовые ресурсы. Всегда при желании найти еще что-то сделать можно. Было бы желание. Ну, первый вопрос, я же говорю, есть капитальные объекты, есть текущее содержание. Если мы говоримся капитальным объектом, то, естественно, есть уже куха, есть четкое понимание в городе, то, что нам нужно, то, что нам необходимо. То есть, есть у них определенные наши заявки. Не скажу, что сейчас не реагируют, очень четко реагируют на них. Поэтому, ну, есть и проблематика, конечно, что фонд старый. Будем стараться. Что же касается коллектива службы единого заказчика, то с ним Евгений Смирнов пока только знакомится. Ему, конечно, уже известна одна из основных проблем предприятия – хроническая нехватка кадров, которую в ближайшее время новый директор намерен решить. Мы на сегодняшний день очень зависимы от тарифа, который у нас утвержден. И таков не секрет, что наш 70% расходов составляет фонд нашей заработной платы по предприятию. Поэтому разговаривать там о повышении либо изменении заработных плат, ну, скорее всего, это, опять же, связано с теми программами, которые наметки сделали. То есть мы, может быть, уйдем от окладных оплат, мы будем понарядно производить оплаты, тем самым привлечем, ну, это как один из, подниму кулису, скажем так. Посмотрим. Давайте. Не хочу ничего загадывать. Есть определенные мысли. Посмотрим, пока они будут реализовываться. Продолжение следует...